Существует такой чрезвычайный фонд наследия. На сегодняшний день в этом фонде аккумулировано порядка трех миллионов долларов. Большая часть этих денег несена Евросоюзом. Также правительство Фландрии. Также плюс во всех этих мероприятиях и в разработке и реализации плана действий активно участвует Италия, которая подписала специальный меморандум с ЮНЕСКО. Но это касается не только Пальмиры, это касается именно различного рода объектов, которые оказались под угрозой, также те объекты, которые страдают от стихийных бедствий и так далее. То есть в таком более широком контексте. Мы тоже сейчас прорабатываем с ЮНЕСКО меморандум о взаимопонимании, так называемый, но уже в более узком плане касательно только Сирии. Поэтому уже на сегодняшний день многие мероприятия на эти деньги проводятся. И в частности проводятся различного рода образовательные семинары и так далее, которые проводят бюро ЮНЕСКО в Бейруте, к которому относятся и сирийские объекты, для археологов, для более широкой общественности, чтобы они понимали, какие есть международные инструменты по защите, так сказать, исторического и культурного наследия. Любая работа может начаться только тогда, когда условия безопасности позволят это. Причем у ООН есть особые требования к безопасности, поэтому ЮНЕСКО будет смотреть, насколько даже после разминирования условия безопасности позволяют выехать туда международной группе, в том числе и членов секретариата ЮНЕСКО, потому что для сотрудников ООН есть определенные требования по безопасности. Вы, наверное, знаете, что нашим президентам было предложено, так сказать, что мы готовы обеспечить, то есть Россия готова обеспечить безопасность экспертов, которые туда прибудут. Но я думаю, самый прагматичный путь, который будет, скорее всего, избран ЮНЕСКО, это, конечно же, сотрудники офиса в Бейруте, где есть специалисты, есть региональный институт всемирного наследия, который находится в Бахрейне, там тоже есть специалисты, и сами сирийские специалисты. Вот. Думаю, что если будет предложена помощь и с нашей стороны, она, конечно, будет с благодарностью воспринята. Тут, наверное, в этом вопросе важно избежать, знаете, толкучки, которая может случиться, по крайней мере, сейчас на словах она существует, потому что итальянцы очень активно предлагают своих специалистов, значит, немцы имеют прекрасных специалистов, англичане, мы, естественно. Вот. Поэтому здесь во многом будет зависеть от самого ЮНЕСКО, как они на самом деле сформируют всю эту группу. Я думаю, что это будет вопрос Министерства культуры, и я как бы такой призыв к ним сделала, чтобы они уже сейчас составили такой список экспертов разных направлений, и археологов, и культурологов, и музейщиков, те, кто имеет опыт восстановления подобных памятников, для того, чтобы, когда придется час Че, мы судорожно не искали таких специалистов, а чтобы они у нас были понятны, так сказать, список. Желательно, чтобы эти люди еще владели какими-то языками, потому что это будет международная группа. Вот. Ну, посмотрим, насколько Министерство культуры отреагирует на подобную просьбу.